МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания ВТВ, информационная программа в Откинске, в студии Лена Рудакова. Здравствуйте. Начнем традиционно наш выпуск с новостей 18-го региона. Запланированных работ на 2019 год в рамках национального проекта безопасные и качественные автомобильные дороги дорожники выполнили на 30%. Об этом написал глава республики Александр Бричалых на своей странице в соцсетях. Сейчас работы ведут одновременно на 40 участках регионального местного значения. В трех городах республики уже завершили работы объекты приняли. В Сарапуле отремонтировали три участка в Глазове, два в Водкинске, четыре. Еще 20 объектов выполнили полностью. В настоящее время по ним идет процесс приемки. Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта отремонтируют 79 участков дорог в Удмуртии. Удмуртия впервые примет участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который пройдет в июне. Республика представит наши предприятия. Традиционно у наших военных заводов будут свои стенды. Планируется активно себя там представить. Международный военно-технический форум пройдет в Кубинке, Московской области, с 25 по 30 июня. Производство молока выросло в Удмуртии. Мы работаем в положительной динамике. Сегодня производим 19 литров молока на голову в сутки 2000 тонн. По прошлому году это было около 1900 тонн. То есть мы прибавляем 100 тонн в сутки, сообщил Ольга Абрамова, министр сельского хозяйства Удмуртии. Министр также отметила, что растет реализация молока. Сельхозхозяйство республики уделяет большое внимание к качеству продукта. С 1 сентября услуги компании «Универтелеком» будут предоставляться под брендом «Ростелекома». Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Компания «Универтелеком» знакома жителям Водкинска не первый год. Ее услугами пользуется большое количество горожан. Целью компании всегда было предоставление услуг максимального качества по минимальной цене. Мы делаем следующий серьезный шаг в этом направлении. С 1 сентября наша компания начинает работать под брендом государственной компании «Универтелекома». Для того, чтобы продолжить пользоваться доступом в интернет и просмотром телевидения абонентам, необходимо подписать дополнительное соглашение. Сделать это можно любым из способов. Обратиться в офис компании по адресу Ленина, 16. Пригласить агента на дом по телефону 4-63-34 или 8-922-522-63-34 либо подписать дополнительное соглашение во время обхода вашего дома курьером. Для абонентов сохраняются те же условия, что у них были прежде. Абонентам интернета будет увеличена скорость. Абонентов кабельного телевидения тоже мы можем успокоить. Кабельное телевидение остается в том же виде. Каналы будут намного интереснее. Базовый список каналов, которые будут предоставляться абонентов, можно будет узнать в нашем офисе. На данный момент работает команда агентов по подписанию дополнительных соглашений, которые выходят на адрес абонента. Уже с 1 сентября компания «Универтелеком» будет работать под брендом «Ростелекома», что позволит улучшить качество предоставляемых услуг для населения. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Водкинске. В ноябре 2018 года мы рассказывали о девочке Насте, которая после ДТП была прикована к кровати больше года. Благодаря неравнодушным горожанам были собраны средства на лечение. Сегодня ребенок снова нуждается в вашей помощи. Полгода назад всем городом собирали средства на специализированные кресла для Анастасии Ардышевой и на лечение. Эта девочка пострадала в результате ДТП и почти два года. Ее семья и медики делают все возможное для ее выздоровления. Они с тренировки возвращались с ребятами вечером. Она жила у нас в общежитии. Когда переходили дорогу там на пешеходе, напротив общежития как раз, сбила машина ее 6 ноября 2017 года. По 8-го где-то вечером позвонили, что Настю сбила машина. Уже на скорую везли ее. На сегодняшний день, благодаря собранным средствам, которые перечислили неравнодушные жители Воткинска и соседних городов, Анастасия находится в реабилитационном центре «Апрель». У нее наблюдается положительная динамика. Девочка все понимает, начала двигаться, выполнять просьбы медицинских работников, которые проводят с ней необходимую лечебную физкультуру и другие занятия. Она пытается общаться с людьми, начинает разговаривать. Но до полного выздоровления понадобится еще немало усилий. 13 июня стало известно, что медики рекомендуют продлить лечение в данном реабилитационном центре и прерывать реабилитацию нежелательно. Рекомендуется оставить ребенка еще на 14 дней, на которые нужны средства в размере 35 тысяч рублей. Деньги небольшие, но семье не по силам собрать данную сумму в короткие сроки. Благодаря неравнодушию людей, ребенок получил шанс на выздоровление и идет на поправку. Сама девочка очень старается. Медики отмечают, что у нее большая сила воли и желание жить. Поэтому каждый из нас может помочь Анастасии. Пожертвовать деньги можно по номеру карты Сбербанк, который вы видите на экране, или по номеру телефона 8-912-006-8720. Держатель карты Елена Владимировна Е. С пометкой для Насти. Не оставайтесь равнодушными, только все вместе мы сможем помочь ребенку. Продолжит выпуск новости Водкинска. В эфире рубрика «Городские новости» короткой строкой. В День памяти и скорби город вспомнит героев Великой Отечественной войны, отдавших жизнь из-за спасения человечества от фашизма. 21 июня в пятницу для воспитанников пришкольных лагерей волонтеры школ города проведут обзорные экскурсии на Аллее Славы. Состоятся уроки мужества Музея истории и культуры города. По сложившейся традиции 22 июня в 4 часа утра у Вечного огня пройдет акция «Свеча памяти», в которой примут участие старшеклассники и студенты, представители городских общественных организаций патриотической направленности. Приглашаются все желающие. Музей истории и культуры Водкинска начал подготовку к народным гуляниям «Мелодии лета». Напомним, праздник традиционно проводится в городе в начале июля и приурочен ко дню семьи любви и верности. Как сообщают организаторы, в этом году гуляния пройдут 6 июля на территории прибрежной зоны Музея усадьбы семьи Чайковских. Для гостей праздника Музей истории и культуры подготовил квест с символичным названием «Молодость старого Водкинска». Все желающие, объединившись с небольшими командами, смогут преодолеть определенные маршруты побывать в знаковых местах города, связанных с его историей, а самое главное с семейными легендами и преданиями, записанными сотрудниками музея в разные годы со слов «Старожил города». В этом году члены волонтерского отряда «Твой выбор» стали участниками республиканского конкурса по трудоустройству несовершеннолетних на летний период. Программа родному поселку «Забота молодых» стала победителем и получила финансирование из республиканского бюджета. Организована трудовая бригада, которая в течение месяца проводит в порядок территорию сквера возле 35-го магазина. Участие в данном конкурсе – хорошая возможность трудоустроить ребят, желающих поработать в летние каникулы. Еще больше новостей ищите на портале votkinsk.net. Там каждый день нужная и полезная информация для вас. В поле 10 лет спортклуб «Голливуд» приобщает горожан к здоровому образу жизни. Каких результатов добились сегодня, узнавала наш корреспондент. Друзья, сегодня у нашего клуба юбилей 10 лет. Я всегда мечтал на свой день рождения получить такой отличный подарок – спортклуб, где царит поддержка и взаимопонимание. И я счастлив, что моей команде это все удалось. Спортклуб «Голливуд» является одним из основателей фитнеса в городе Воткинске. Его посетили тысячи человек со дня его открытия. Главной целью создания клуба является приобщение жителей города, молодежи к здоровому образу жизни. Счастливым обладателем своей мечты является Андрей Попов. Его идея создания клуба зародилась более 15 лет назад. Я хотел создать мир красоты и здоровья для своих партнеров, единомышленников, вообще для города, в котором я живу, который я люблю. Ни один городской праздник не проходит без участия спортклуба «Голливуд». Команда проводит мероприятия в различных учебных заведениях, организовывает игровые площадки на общественных праздниках, проводит флэш-мобы. Мы стараемся участвовать во всех общественных мероприятиях, что касается дня города, до любых мероприятий, касающих наших партнеров, тех же самых детских домов, которые мы приобщили, занятия здоровым образу жизни. Ну и, соответственно, они посещают нас уже более пяти лет. За эти годы клубу доверили свое здоровье тысячи жителей и гостей нашего города. Совместными усилиями сожгли более 200 тонн жира. В стенах клуба выросли чемпионы-мастера различных видов спорта. В спортклубе формируются спортивные семьи, где мама и папа личным примером дают своим детям понять, что спорт – это самый верный способ сохранить здоровье на долгие годы. Кроме этого, с каждым годом в спортклубе улучшается качество предоставляемых услуг. Мы развиваемся постоянно. В клубе меняется оборудование, постоянно совершенствуется по ремонту, по оснащению. Мы постоянно обучаем своих инструкторов. И наш клуб растет вместе с городом, наши клиенты растут вместе с нами. Спортивное сообщество «Спарта» в этом году сделал нам отличный подарок. И для наших спортсменов, и для тяжелых видов спорта мы приобрели спортивное покрытие «Аргопол», которое позволяет нашим спортсменам добиваться еще больших результатов. Инструкторы помогли сотням молодых мам прийти в шикарную форму после родов. Не дали упасть духом тем, у кого были травмы, а наоборот, занимались с ними вдвойне усиленно вере в их восстановление. Большая часть клиентов, посетив первый данный спортклуб, меняют свой образ жизни и становятся верными друзьями. Тут меня все устраивает, потому что тут реально очень много места. Есть огромный выбор тренажеров, то есть подходящий для всех групп мышц. И мне вполне тут комфортно заниматься. Это первая причина. А вторая, здесь мне нравятся люди. Тут хороший коллектив. Важнейшее качество тренера – любовь к людям и желание им помочь. Отличная команда соратников и профессионалов своего дела. Все это про коллектив спортклуба «Голливуд», в котором прививают здоровый образ жизни и воспитывают чемпионов. На сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. С вами была Елена Урдакова. Увидимся в Воткинске. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok